Вопросы ЖКХ среди обращений в соцсети ЦУР на Добродел, как всегда, на первом месте. На еженедельном совещании главы в Звенигороде подробно рассмотрели каждое из них. Отдельно остановились на проблемах микрорайона Восточный. Обсудили эффективность установки экопунктов. Каждый день практически появляется по одному, по два таких автоматов. Также два автомата мы уже установили в наших парках и еще один в микрорайоне Сколковский. По нашим планам, по программе до конца года будет установлено 17 таких экопунктов. Но, безусловно, это только начало. Заместитель главы муниципалитета Валентина Переверзева рассказала о подготовке к Новому году и запланированных мероприятиях. Областной проект «Зима в Подмосковье» на старте. Улицы и площади города совсем скоро запестрят лоскутными одеялами – главным элементом брендбука проекта в этом году. Всего мы планируем 2400 элементов праздничного тематического оформления. В него, конечно, войдут и новогодние световые декорации, световые композиции, всевозможные декоративные конструкции, иллюминации. Поздравления с Новым годом. Срок установки, обращаю внимание коллеги, у нас с вами особенно елок на территории Одинцовского городского округа до 1 декабря. Зимняя рыбалка, горки, тюбинки, катки, лыжные трассы, фудкорты, ярмарки. В области запланировано более тысячи зимних мероприятий и активностей. Все площади и парки будут задействованы, но с обязательным соблюдением антиковидных мер, подчеркнула замглавы. В закрытых помещениях мы можем собрать только до 50 человек, а на больших открытых площадках до 500 человек. Поэтому все новогодние праздники предлагаем проводить, как можно соблюдая все эти нормативы. Будут работать у нас гостиные Деда Мороза, у нас будут работать резиденции Деда Мороза. И там, конечно, Дед Мороз без подарков не оставит никого. И мы в этом году запланировали выдачу 15 700 подарков. Массовые праздники не должны нарушить тенденцию по уменьшению числа заболевших. Олег Дмитриев сообщил, что вакцинация проходит активно и дает положительные результаты. Так же, как диспансеризация и профосмотры. Профосмотр – это так называемый первый этап диспансеризации. Потом, если уже жителю необходимо дадить, что углубленное прохождение, то уже проходит расширенную диспансеризацию. В личный кабинет также жителю приходит маршрутизация, направление к врачам. И по финалу диспансеризации, или как сейчас можно назвать ЧКП, уже врач-терапевт проводит итоговый осмотр и дает заключение. Олег Дмитриев сообщил, что в округе было проведено 9 дней семейного здоровья, когда медицинское обследование можно проходить всей семьей. Благодаря этим и другим массовым мероприятиям уровень заболеваемости в муниципалитете снизился в два раза. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.